Второй день турнира. Изначально в наших планах не было выступления в воскресенье. Мы хотели прогуляться по городу и посмотреть достопримечательности. О соревнованиях по всестилевому карате СССР я узнал только по приезду. Участие в этой программе для ребят было необязательным и добровольным. Я предложил им, и несмотря на то, что эти правила гораздо жестче, чем косики карате, там можно бороться и добивать контакт, и специальной подготовки у нас не было, ребята все равно согласились попробовать свои силы на этих соревнованиях. Так, второй день соревнований. Сегодня нашим бойцам выступать по всестилевому карате СССР. Вот бойцы переодеваются. Только еще не подъехал. Думаю, будет интересно. Наумов Семен разминается и готовится к выходу на татами. Итак, первый бой нашего спортсмена. Он в синем жилете. Так, как правило, этого вида карате для ребят новые. Первый поединок был таким, попробовать адаптивным. Тут все по-другому. Рисунок боя очень отличается от косики карате. Соперник просто пытается снести напором ударов в размашку. А когда добирается до своего оппонента, то продолжает работать в стойке и партере. Семен сделал ошибку и дал себя бросить, после чего отдал руку на болевой. Наш боец не успел переключиться от своих привычных правил и проиграл. Но это тоже ценный опыт. Будем делать выводы. Бой за бронзовую медаль. Из прошлого боя мы поняли, что если не дать себя бороть, то можно вполне себе конкурировать. Семен неплохо работает в стойке. Встречает своего соперника прямым в голову и контрит попытку броска. В клинче разрешена работа 5 секунд. Соперник с разгона пытается атаковать и налетает напрямую в голову. Берет свой захват и пытается выполнить бросок, но не получается. Этот эпизод опять в нашу пользу. Видно, что мальчик плохо владеет ударной техникой и пытается только бороться. Семен, два удара отошел. Семен, встреть сразу, встреть. Картина повторяется, но нашему спортсмену не удается нанести четко. И он увлекается в размене ударов, чего делать не стоит. Сопернику все-таки удается стащить на пол Семена. Но Семену удается даже в борьбе достойно выйти из этого положения. Семен, встреть его сразу, встреть. Семен результативно встречает. И нужно бы разорвать дистанцию, но не делает этого. И опять попадает в зловещее объятие своего оппонента. Соперник виснет на шее Семена и стаскивает на пол. Семен, надо встретить и отходи. Семен, надо встретить и отходи. Семен. Семен, встреть и отходи от него. Отходи. В сторону отходи. Наумов адаптировался к бою. Теперь он делает все правильно. Бьет и разрывает дистанцию, не позволяя себя схватить. А затем повторяет. И это здорово. Опять работает навстречу. И просто отшвыривает соперника на пол. Все, время вышло. Победа. Семен, ты молодец. Крутой бой, Семен. Семен, бронза, молодец. Крутой бой. Вообще крутейший. Просто крутейший. Молодец, а ты распроизвел. Аумов Семен пришел и он награждается за занятное третье место. Потому что, наверное, каждый слышал такую фразу, что в спорте побеждает сильнейший. Тренироваться нужно как можно чаще, а лучше ежедневно. Кто больше тренируется, тот и выигрывает. Обычно так. Хочу пригласить вас на мой канал Boosty. И предложить вам онлайн тренировки вместе со мной. Это короткие получасовые тренировки, которые включают в себя разминку. Упражнения для быстроты. Отработка техники ударов. Руками, ногами. Тактических приемов. Каждая тренировка у нас включает блок общей физической подготовки. Мы там прокачиваем мышцы. И заканчивается все заминкой в виде растяжки. Тренировки эти удобны тем, что они короткие. Вы их можете выполнять в любое время и в любом месте. Следующее. Вам не нужно ничего вспоминать, что вы там делали в зале. Как вы разминались или как делать удар. Все происходит как на занятии. Вы смотрите видео, повторяете за тренером. Кроме того, есть обратная связь со мной. То есть, подписчики канала всегда могут мне написать. И я вам отвечу. Даже можете снять видео упражнение. Если вдруг вы сомневаетесь, правильно ли вы делаете. Отослать его мне. И я смогу вам подкорректировать вашу технику. Подписка на канал платная, но недорогая. Стоимость, я бы даже сказал смешная. 400 рублей в месяц. Там уже 4 урока. И уроки у нас выходят ежемесячно. То есть, появляется новый урок. Так что подписывайтесь. Всех буду рад видеть на моем канале соцсети Boosty. Ткаченко Кирилл серьезно настроен и готов к выходу. Получает от меня мотивационную установку. Давай, Кирилл, уверенно, уверенно. Ладно, у тебя все получается. Главное, все это делать. Перед боем рефери проверяет экипировку спортсмена. Первый бой. Кирилл вчера встречался с этим бойцом по косике карате и одержал над ним победу. Поэтому сегодня ему немного легче. Но расслабляться не стоит. Кирилл начал активно накидывать удары ногами и руками. Его соперник отвечает. Но по жестам рефери явно видно, что наш боец действует эффективнее. Так как сошлись два ударника, борьбы в этом бою мы не увидели. Ткаченко Кирилл и сегодня оказался сильнее своего визави. Кирилл проходит в финал. Кирилл. Вот так надо сделать. Молодец. Финальный бой Ткаченко Кирилла. Он в синем жилете. Его соперник представитель рукопашного боя. В первом эпизоде наш спортсмен ловко выполняет контр-бросок и занимает боковой контроль. Кирилл, Кирилл, ногу не поднимай. Рукой встречай его. Рукой. Кирилл, к сожалению, не слушает мои рекомендации и выполняет очередной раз свою ошибку. Вместо того, чтобы встретить рукой, он поднимает ногу и позволяет сопернику войти в клинч. И опять Ткаченко делает все по-своему. Поднимает впереди стоящую ногу. И вот мальчик переводит Кирилла и наносит три добивающих удара. Это первый нокдаун. Кирилл не выполняет мои рекомендации. Раз за разом делает одно и то же и впускает своего оппонента на дистанцию борьбы. А это его стихия. К сожалению, соперник смог навязать свой геймплан. В очередной раз Кирилл начинает свою атаку с ног, что крайне нельзя делать с борцом. Он попадает в захват и соперник выполняет тейкдаун и жесткое добивание. Что приносит ему победу. Это тоже опыт. Будем делать работу над ошибками. Тем не менее, серебро по такому виду карате это очень здорово. Поздравляем Ткаченко Кирилла. Кирилл молодец. Ничего страшного. Нормально. Акфортируйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В красном жилете и шлеме ждет своего боя Глеб Ларин. Глеб, четко, да? Встречай жестко его. Ну, что еще можно посоветовать каратисту? Ведь встречный якутский – это визитка каратэ. Глеб получает ценные рекомендации. В борьбу не лезь. В борьбу не лезь, ладно? За Глеба я переживал больше, чем за других, потому что из-за отсутствия должной подготовки, из-за его болезни, он вчера провел свои поединки не очень. Рефери уточняет готовность боковых судей, спортсмены приветствуют друг друга поклоном, и бой начался. Бойцы сразу же обмениваются любезностями, наносят обоюдную атаку. Глеб встречает впереди стоящий рукой в голову, после чего выполняет отличную двойку на встречном ходе. Рефери фиксирует нарушение. Был нелегитимный удар в затылок, но Глеб его нанес неумышленно. Наш боец пробивает отличный лоу-кик, после чего жесткий маваш по корпусу, и добавляет двойку, и опять встречка к Кизами Цуки. Глеб раз за разом попадает прямым в голову соперника. Соперник пытается атаковать с разгона, но чем сильнее он разгоняется, тем жестче его голова получает стряску от удара рукой. Глеб увлекается в размене, и я прошу его разрывать дистанцию, чтобы не попасть в захват, во избежание борьбы. Тем не менее, соперник Ларина пропустил три сильных удара, и зафиксирован первый нокдаун. Рефери решает остановить поединок. Победа в виде явного преимущества или технический нокаут. Досрочная победа бойца школы каратэ клуба КМБ из Долгопрудного. Все нормально, я же говорил, я же говорил, что все получится, Глебасик, ты молодец. Так же и работай со всеми. Снимай ему, снимай, 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 снимай. Гаврунский Иванов, третий атаками красный. Финальный поединок. Всестилевое каратэ, дисциплина СЗ. Удары в стойке, борьба с контактными добиваниями, разрешены правилами. Все очень серьезно. В синем жилете и белом шлеме Ларин Глеб. Соперник Глеба гораздо выше, и это видно сразу. Первый размен. Спортсмены не попадают четко. Рукой встречай. Поджимай, поджимай, Глеб. И мы видим жесткий встречный удар. Соперник пытается реваншироваться, но снова и снова пропускает. Ларин вбивает серии ударов в шлем своего оппонента. Глеб выполняет обманный маваша по корпусу и опять пробивает в голову рукой. Затем отлично уходит от ударов. Сегодня Глеб почувствовал соперника. К нему вернулись его бойцовские навыки. Раскидывает удары по этажам. И встречает в голову. Соперника немного ведет от пропущенных ударов. И добавляет двойку, которая заходит чисто. Вот. Встречай, 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 встречай. Наш спортсмен отлично чувствует себя в размене, так как возвращает руки к голове и не пропускает удары в ответ. Они попадают в защиту. Я прошу работать более сложной техникой. Глеб меня услышал и пытается подобрать момент. И выполняет вертушку. Не попадает, но благодаря этому снова пробивает с обеих рук. Ларин выполняет маваши в шлем соперника. Это попадание очень жесткое и явно потрясло бойца в красном шлеме. Этот удар ставит точку в этом бою. Рефери останавливает поединок. И это второй технический нокаут. Та срочная победа. И золото по всестильному карате наше. Глеб, второй нокаут. Молодец. Досрочная победа. Рад? Не рад? Первое место хотел? В следующий раз займешь, Глеб. Не расстраивайся. Что ж, ждать пришлось недолго. Сегодня Глеб стал первым, потому что он этого хотел и не остановился. Не зря говорят, дорогу осилит идущий. Ставьте себе цели и смело двигайтесь к ним, и вы обязательно добьетесь, чего пожелаете. И в этом фильме эти юные спортсмены наглядно демонстрируют, как это работает. Что, Семен, скажешь, как тебе соревнования? Да. Ну, скажи что-нибудь. На соревнованиях мне понравилось, когда мы заходили в КОК, и там была большая местность, там разделены на две части, где можно отработать технику, а другая часть, где соревноваться. Я думала, что это все-таки классно, потому что я когда выступал на других соревнованиях, там такого не было. Для меня это было что-то новое. Разминочная зона, да, классная была такая? Мне тоже понравилось. А что не понравилось? Да, вроде бы ничего. Были очень классные соревнования. Класс. Ну, как тебе вообще? Ну, что понравилось? Понравилось. Понравилось? А что именно понравилось? Ну, два дня соревнований, потом отдых. А какие тебе соревнования больше понравились? Косики, корады или все стилевое? Ну, я не знаю. И то, и то нравится. Класс, Глеб, ты молодец. Вот у нас прошло два дня соревнований. Дети выступили. Все с медалями. Косики, корады у нас только третьи места. СССР у нас более успешно. Вот, и дальше мы сегодня завтракаем и едем на экскурсию. Уборы на розу-путер, розу-пик. И еще куда-то, наверное. И потом самолет. Это Артем Александрович, руководитель клуба «Лотос» и мой очень хороший друг. Когда-то мы вместе с ним были в сборной России по косике каратэ. Вместе выступали на разных международных соревнованиях. Я и моя команда присоединились к его большой группе спортсменов. Коротко расскажу и покажу вам нашу экскурсию, которую как раз и организовал Артем Александрович. Мы выдвинулись на автобусе в горы на розу-хутор и в наших планах было подняться на розу-пик. Постепенно городской пейзаж сменился на загородный и за окном появились горы. Мы ехали, слушали интересный рассказ нашего экскурсовода и горы постепенно становились ближе. И вот первая остановка в горах. Медвежий угол. Это база отдыха. Находится между Сочи и Красной Поляной. Она расположена на берегу горной речки Чави-Жексе. Ехали до этого места около часа. Мы вышли размять ноги, прогуляться. Кислород от свежего горного воздуха немного даже опьянил мой мозг. Энергия этого места стала наполнять мой организм силой. Находясь там, я почувствовал и понял, почему спортсмены из горных мест показывают высокие результаты в спорте. Это, конечно же, непередаваемо. Сюда посмотрели. Тебя глаза такие классные. Энергия этого места. Еще сразу по Она травилась, которая прострадается у него идея. Так это? Так. К Karenaрун после нашей чудесной остановки мы поехали дальше вскоре за окном стали появляться красивые здания бутики отели рестораны кафе казино и конечно же канатные дороги это означало что мы уже близко к финальной точке крозе хутор да привет своим родным и близким с замечательной земли сочинской розах хуторской земли это одно из моих любимейших мест здесь неоднократно был здесь офигенный климат офигенная атмосфера места шикарная природа потрясающе всем совету всем рекомендуем мы приехали и направились канатной дороге которая должна была поднять нас на самую высокую точку курорта роза хутор на вершину горы роза пик роза пик это вершина горного хребта айвга которая находится на высоте 2320 метров это главная вершина горнолыжного комплекса роза хутор и 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 вот мы поднялись на розу пик мы с артёмом александровичем так как являемся заядлыми сноубордистами не смогли удержаться и взяли таки в прокат необходимое оборудование чтобы прокатиться спортсмены под присмотром еще одного тренера клуба лотос на фуникулерах поехали вниз а мы на сноубордах вот такое путешествие на кубок юга у нас получилось тут тебе и море пальмы и крутой турнир с победами и даже горы со сноубордами спасибо что досмотрели этот фильм до конца подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны поставьте лайк этому видео и не забудьте написать комментарий всем до новых встреч короче устали мы ехать нет сил больше спасибо артему александровичу у нас привал за команду то что взял меня в команду свою и сноубордическую и каратистскую теперь будем традиционно выезжать